Задержка действительно имела место быть. Во вторник. Произошла она по техническим причинам. Автобус сломался. Такие комментарии нам дал перевозчик, чей транспорт курсирует в поселке Петропавловка. Он технически исправит автобус. Он прошел предрессовый ежедневный осмотр. Водитель прошел медицинский осмотр. На каком основании он сломался? Это нужно производить. Он на гарантии стоит. Он новый. Собеседница также пояснила. Маршрут номер один, связывающий Петропавловку с центральной частью города, на данный момент обслуживает шесть автобусов. Да, раньше их было больше, но больше положенного из-за нелегального перевозчика, на которого сейчас, по неофициальной информации, заводят уголовное дело по факту мошенничества. Если быть точнее, до декабря прошлого года на первом маршруте передвигалось 12 автобусов. Незаконно, но очень удобно для горожан. В связи с чем, ахтубинцы задаются вопросом, почему сейчас вновь нельзя пустить дополнительные автобусы, чтобы избежать давок в часы пик. Нет, мы не можем дополнительно внедрить. Это конкурсные процедуры, которые предшествуют изучению пассажиропотока и прочее, прочее, прочее. Поэтому необходимо провести вот этот ряд мероприятий для того, чтобы мы могли оценить то, как жители перемещаются, в какое время, какое количество подвижного состава необходимо выпустить на маршрут, чтобы не создавать трудности для жителей. Как пояснил временно исполняющий обязанности Александр Сиваков, в настоящий момент автобусы в городе ходят в полном объеме, по всем пяти маршрутам. Однако в целях улучшения качества передвижения вопрос о пассажиропотоке вновь будет изучен. Кстати, согласно прошлому анализу, который проводился студентами МАИ в 2017 году, общественного транспорта в городе достаточно. А современная статистика в целом по стране констатирует, на фоне автомобилизации населения отмечается снижение количества пассажиров в общественном транспорте. То есть оборотное время час. 5 разделить на час, 60 минут разделить на 5 автобусов. 40 минут люди ждут в остановке. Получается время ожидания 10-15 минут. Без нарушений все согласно регламенту Минтранса. К слову, о нарушениях со стороны водителей в том числе. Выявлять их позволяет система ГЛОНАСС, установленная на каждом автобусе. Также в самое ближайшее время, как нас уверили перевозчики, буквально через месяц, благодаря приложению в телефоне, автобинцы смогут отследить движение транспорта. А пока изучить расписание можно на официальном сайте городской администрации. Конечно, очевидно, разговоры относительно пассажироперевозок продолжаются. Данную ситуацию держат на контроле и городские депутаты, у которых в конце прошлого года состоялась личная встреча с индивидуальными предпринимателями. В целом совещание, считая, прошло конструктивно. Перевозчики обозначили свои проблемы, администрация высказала свои предложения, пожелания. Что касается переезда через железную дорогу, пожелание было, чтобы администрация ей представила график, когда идут поезда. Потому что движение поездов интенсивное, это разбивает движение транспорта. Администрация с таким письмом обращалась в железную дорогу и ответ поступил, но мы на комиссии увидеть его не смогли. Поэтому мы попросили администрацию этот ответ представить. Если они не смогут его найти, или это если будет ответ старый, который уже не соответствует сегодняшней обстановке, чтобы они продублировали этот запрос. В начале февраля, если жалобы по-прежнему будут поступать, если администрация не выполнит то, что она нам пообещала выполнить, мы еще раз проведем комиссию, опять послушаем и ту, и другую сторону. Ольга Лемайкина, Юлия Баховская, Анатолий Калинкин, Ахтубинс ТВ.